Так, всем добрый вечер еще раз. Мы начинаем сегодня изучать портал Таноса, как его делать. Здесь небольшое превью, рендеринг от такого портала. То есть, по сути, наша цель сделать такое небольшое 5-секундное видео. Есть очень много туториалов, как делать этот портал и на Houdini, и на 3D Max, и в Maya. То есть, вы можете тоже в целом использовать оригинальные туториалы, но они на французском. И мы сегодня будем то же самое делать, получается, на Maya. Так. Все настройки вы можете тоже там посмотреть, но мы сегодня попробуем это сделать еще раз. И сделать, используя и партиклы, и флюиды. То есть, по сути, мы можем совмещать и комбинировать. Интересность этого задания в том, что мы сегодня также будем еще проходить ноду Mesh, которая позволяет генерировать рандомно какие-то объекты. И также будем эмитить партиклы, а с партиклов будем эмитить флюиды. То есть, по сути, можно создавать флюиды из партиклов, чтобы были источники. Танос портал имеет форму торуса, получается. И нам нужно добавить анимацию у этого торуса. Торус мы можем немного настроить, поменяв его радиус, чтобы он был, получается, не слишком объемным. То есть, нам нужно иметь примерно вот такую форму конечного нашего торуса. Также мы сейчас зададим анимацию этого торуса. Всего на симуляцию нам понадобится 150 кадров, этого будет достаточно. За 10 кадров у нас будет скейл анимации. То есть, по сути, мы сейчас ставим setKey на торус, и на первом кадре мы ставим его на ноль. То есть, скейлим до момента, что он исчез. И у нас появляется вот такая небольшая анимация появления этого портала. Сразу сохранюсь. Следующее, что нам нужно для этого торуса, нам нужно создать материал, который будет генерировать партикулы. То есть, по сути, мы будем использовать в материале ноду noise. который сделает из этого торуса такой пятнистый торус. Создаем новый материал. Можно использовать ламберт. И вместо цвета мы выбираем ноду noise. То есть, это автоматически генерированная текстура. Нам надо ее немного настроить. Мы выбираем, получается, threshold примерно на 0, 1,8, 1,9. Этого будет достаточно. Дальше мы заходим в эффекты, делаем invert, чтобы он был цветной. И также мы делаем в place2t texture repeat по UV. То есть, по сути, это позволяет нам сделать некий такой пятнистый бабл или пончик, с которого у нас будут эмититься партиклы. партиклы будут такие неравномерные, а рандомные. То есть, вот такой рандом позволяет нам эмитить партиклы не полностью со всей поверхности, а только с белых частиц. Можно еще даже поиграть с разными параметрами. Делать, например, ratio более таким плавным. Изменить амплитуду. То есть, здесь мы настраиваем, получается, вид этих партиклов. И примерно у нас должно получиться вот такое неравномерное пятно. Следующее, что мы делаем, мы создаем партиклы. Возвращаемся во вкладку fx и делаем emit from object. Так, у меня object был curve, поэтому мне нужно поменять здесь на surface и сделать еще раз create. Эмитти с поверхности мы сейчас увидим, получается, вот такой результат. У нас всего около 100 партиклов, которые генерятся. Они все летят вниз. Теперь нам нужно в самих, получается, в эмиттере выбрать particles rate с нашей текстуры. Чтобы не создавать заново текстуру, мы зайдем в hypershade и как раз-таки посмотрим ноды материала, которые мы сейчас только что создали. Это материал Lambert 2. Если нажать на эту иконку, то мы увидим, из чего создан данный материал, то есть все ноды этого материала, нас интересует именно текстура noise, и мы можем занести ее в партиклы texture rate. И у нас на texture rate занеслась, получается, нода noise. Так, зайдем назад в эмиттер и сделаем enable texture rate. Партиклов стало меньше. Теперь нам нужно добавить, получается, больше партиклов. Пусть это будет у нас около 150 партиклов. Или даже можно не 500, а попробовать 5000, и не 150. То есть столько партиклов будет достаточно. Следующее, что нам нужно поменять, это lifespan. То есть можно выбрать random range, там от 0,1 до 0,2 секунд. Сейчас будем смотреть, чтобы был достаточно длинный хвост, но он не исчезал. Так, это слишком мало. Увеличиваем. Так, это слишком много, то есть они длинный получается хвост, поэтому можем взять от 0,7 до 0,3. В целом такой хвостик будет достаточно. Можно даже еще чуть-чуть подлиннее. Следующее, что мы добавим, мы добавим field, который позволит нам вытягивать этот хвост назад. Для этого мы выбираем партикулы, чтобы field назначился именно на эти партикулы, и задаем volume axis field. Здесь нам нужно поменять shape у данного филда, и пусть он будет цилиндр. То есть данный цилиндр мы разворачиваем на 90 градусов и имитируем с него, получается, трубу, в которую будут улетать и затягивать партикулы. То есть задаем ей такое положение. У филда нужно настроить параметры, чтобы сейчас они разлетались не от центра, а вдоль линии. Опять заходим в attribute editor. Здесь мы задаем 0 на away from center и ставим along axis. И здесь нужно посмотреть направление. То есть я развернула на минус 90 градусов, поэтому у меня стрелка идет сюда. Если я возьму положительное значение, стрелка у меня будет двигаться назад. И теперь они начинают лететь назад. Еще можно увеличить магнитуду, чтобы field влиял сильнее на партикулы. И можно задать некое вращение вдоль оси, то есть на 0,1. То есть они будут двигаться и вращаться. Так, вылетает это сейчас все достаточно сильно. Можно уменьшить particle rate, lifespan, чтобы хвост был не слишком длинный. Так будет достаточно. То есть мы задали основную форму для партикулов. Что мы сейчас добавим? Мы добавим еще один field, который будет gravity, который будет собирать в конце вот эти партикулы, чтобы они не разлетались в непонятную форму, и чтобы у нас появился здесь такой хвостик, как у кометы, собранный. Для этого мы опять выделяем партикулы и добавляем solver gravity. Этот field можно настроить в нужную нам сторону и поменять у него shape. Тоже в volume control attributes мы выбираем shape cube, задаем ему некий scale. И дальше что нам нужно добавить? Мы добавляем trap inside, чтобы у нас, получается, в этот куб захватывались партиклы. И радиус, это слишком большой 2, мы берем 0,9 примерно. Также увеличиваем магнитуду до 50. То есть уже не стандартная магнитуда 9,8, а гравитация увеличена. Теперь, по идее, он должен хорошенько их собирать. Вот, они разлетаются, уже не так сильно внизу. Плюс можно еще уменьшить life span у партиклов. Так, окей, следующее, что мы сделаем, это мы добавим fluid, чтобы он генерировался с партиклов. То есть мы выбираем партиклы и создаем, даже можно сначала создать просто контейнер, 3D-контейнер для флюидов. Удалим эмиттер, выберем теперь в контейнеры партиклы и сделаем emit from object. У партиклов у нас появился внутри флюид. Так, проверим сейчас. Мы видим, теперь генерируются флюиды, и мы видим, что партиклы... Сейчас, я извиняюсь. Мне надо ответить. Так, извиняюсь. Смотрите, теперь в зоне контейнера у нас появились флюиды, которые генерируются с партиклов. Теперь мы должны у контейнера добавить возможность after-resize и также увеличить base resolution. Base resolutions мы увеличиваем вообще вплоть до 30, может быть, даже 70 потом мы улучшим. Boundaries мы ставим только по минус Z стороне, чтобы они, получается, задевали только нижнюю часть контейнера. И здесь мы видим, что флюиды начинают двигаться вверх, и у нас нужно включить after-resize возможность. У after-resize мы ставим, получается, max resolution на 600, и плюс after-resize threshold тоже нужно немного уменьшить, чтобы у нас шаг вот этого after-resize был меньше и качественнее. Но сейчас у нас может подвисать эта вся симуляция. Так, у нас получилась вот такая форма у флюида. Теперь нам нужно настроить его, получается, характеристики. У флюида мы добавляем... Так, увеличиваем drop-off на 3. В шейпе dynamic simulation, точнее content details, мы убираем bias, поставим на 0. И у dissipation мы ставим анимацию. То есть сначала у нас будет 50 на первых кадрах, на 10 кадре тоже 50, а потом мы на следующем кадре снижаем до 5, то есть тоже ставим все-таки. И у нас получается такое затухание у флюида, то есть он уже не идет наверх, а исчезает постепенно. Нам надо также добавить еще демп для флюида. Мы его увидим в dynamic simulation, то есть некий демп нам позволит его тоже сдерживать, чтобы была некая вязкость у нашей формы флюида. Следующее, что нужно добавить, это свиру, чтобы у нас было завихрение. И увеличить, конечно же, в эмиттере количество наших, то есть увеличить rate. Ставим здесь на 500 и смотрим, какой у нас будет результат. Стало все кучнее. Что можно еще добавить? Можно теперь у флюида настроить lighting, добавить self-shadow. Также мы можем скрыть наши партиклы, чтобы они не отображались. Для этого мы заходим во вкладку visibility. В дисплей, в visibility и load display. Таким образом, у нас они не будут ни видны ни на рендере, ни во вьюпорте. Но они на самом деле есть, они работают. Если вы хотите их вернуть, вы можете включить данные галочки. Но сейчас они нам немного мешают. Дальше мы можем также скрыть торус из visibility. И у нас будет только shape. Так, все генерируется. Следующее, что мы сделаем, мы сделаем, получается, дополнительный field на флюиды, чтобы они тоже работали по принципу, как и партиклы, и дополнительно у них было вращение за счет volume axis. Выбираем флюиды, добавляем, получается, field solver. У нас будет volume axis. Мы повторяем те же самые настройки, которые были и у того филда. Повернем его. Здесь можно ставить wave from axis. Также выбираем ось. Стрелочка вам покажет направление, в какое заворачивается. Здесь добавляем тоже единицу, чтобы он завихрялся. Так, единицы много. Можно поставить на 0,1. И wave from axis все-таки поставим на 0, чтобы он не раскидывался. Так, пока мы ничего не видим, можно поставить skydome light и задать ему какой-нибудь слабый свет и посмотреть, что у нас выходит на рендере. Либо пока мы можем использовать не Arnold, а Maya Software. Если переключимся, то мы увидим флюид в целом без освещения. То есть он выглядит пока так. Теперь нам нужно настроить его качество. И все-таки у партиклов можно еще уменьшить life span, потому что флюиды живут чуть-чуть дольше. И посмотреть, как это будет происходить. Вот, теперь они исчезают побольше. Настроить флюид шейп поможет как transparency, так и opacity. То есть мы также заходим в эти атрибуты, чтобы настроить некое значение. То есть через opacity можно регулировать, как они себя ведут. То есть сейчас их пока маловато, но мы можем увеличить transparency и посмотреть, как будет выглядеть. Так, теперь они исчезают постепенно. Постепенно. Так, слишком сильно. То есть надо смотреть еще. Меняя параметры, нужно включать заново анимацию, чтобы увидеть результат. И здесь у нас должна получиться вот такая плавная кривая. Задать цвет можно на ваше усмотрение, то есть каких-нибудь таких синеватых оттенков. И здесь нам пригодится рендер. Так, уже приобретаются некие очертания. Также incandescence отвечает за нагревание данного флюида. Можно в самой горячей точке добавить такой яркий свет. Мне тоже попробовать отрендерить. Спасибо. 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 У меня Майя вылетела. Так. Сейчас заново запустим. Автосейф есть. Должен включиться сейчас. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... О, аллилуйя, автосейв сработал. Можно открыть последний сохраненный и проверить, что у нас здесь осталось. Я думаю, почти все настройки сохранились, поэтому можем пересохранить, потому что если продолжить работать в файле, который от автосейва, он будет храниться уже в темпе. Поэтому нам нужно сделать файл с send as и опять сохраниться. То есть можно перезаписать и уже спокойно продолжать работать. Почему у меня вылетело? Скорее всего, потому что я зря добавила... Получается, во флюид-эмиттере hit voxels. Скорее всего, это привело к тому, что мне не хватило памяти, и это все потерялось. Теперь, получается, мы можем посмотреть через Arnold Render, потому что у нас есть Emission, и это своего рода источник освещения. У флюидов это хорошо выражено и должно рендериться. Поэтому мы будем надеяться, что сейчас мы увидим какой-то результат. Да, теперь мы видим флюид, и мы видим внутри такое свечение. Можно сделать его еще красивее, другого цвета, поярче. Так, сейчас. Escape помогает вам остановить рендеринг. Так, ищем нашу shape. И здесь, получается, в вкладке shading начинаем, в принципе, настраивать эти параметры. То есть последний цвет, который у вас будет отвечать за такое свечение характерное. Если вы хотите сделать это еще ярче, вы можете нажать на по V атрибуту. То есть если поменять на HSV, V позволяет сделать цвет более выше, ярче. То есть когда вы в Emission это ставите, оно сильнее видно на рендере. То есть, может быть, вы настраивали партикулы, не видно было свечение, потому что у него был просто цвет. Вот, если попробовать на V атрибуте увеличить даже на 5, на 10, это будет больше видно на рендере. То есть даже можем сейчас сравнить. Вот, это при V, а это у нас, если вернем на единицу. То есть оно тусклее становится. То есть атрибут V, он отвечает за яркость шейдера. То есть увеличивая этот параметр, можно получить прям яркость. Да, может быть, и поможет этот вариант. Так, и у нас, получается, здесь можно поиграть input bias. Плюс можно здесь еще один добавить, такой нодик серого цвета. Да, у меня в конце, получается, сейчас чуть-чуть подвисает, потому что включился рендер. И здесь везде можно поставить на smooth. То есть на каждой точке можно поменять на сглаживание, и этот градиент, по сути, будет гладким. По идее, я не знаю, как включить incandescence. По идее, мы должны здесь использовать temperature, но при температуре он не нагревается. То есть у нас в целом флюид почему-то холодный. Я забыла, как это включается. Incandescence input. От скорости, то есть, где они внутри, они будут ярче. То есть это как для взрыва. Чем дальше, тем они темнее. Если попробуем dynamic grid, то, может быть, получится. Так, на всякий случай сохранюсь. По идее, density тоже должно работать. Так, нужно попробовать speed. Но speed они все будут яркие. Так, на всякий случай сохранимся. И сейчас попробуем проиграть всю, весь цикл. Так, на всякий случай получается. Теперь это получается因为沒有 значение. Как певает губа. Что нужно будет厚ictionalys на землю. Вот, не забудьте убрать визабилити, получается, у торуса, чтобы не видно было. Так. А, кстати, появилась анимация у торуса визабилити. Знаете почему? Потому что здесь мы поставили, то есть это нода визабилити, поставив анимацию S, то есть на кейборде, он автоматически закеивал все параметры, которые стали красными. И меняя какой-то один параметр, у нас вся остальная анимация может не поменяться. Мы можем просто сделать Breakdown Selection, Breakdown Connection, и убрать анимацию с этой ноды, и все время она у нас будет выключена. Поэтому она у нас то появляется, а то исчезает, оказывается. Вот, здесь теперь точно его не видно. Теперь надо разобраться с шейдингом, то есть весь основной шейдинг у нас идет за счет incandescence. Предлагаю пока оставить его с учетом градиента, это самый видимый вариант, Z-градиент. Но здесь у меня получается хвост очень яркий будет. Ну, если смотреть с такого ракурса, это достаточно симпатично, то есть внутри нагревается. Следующее, что поможет нам, это Shading Quality. Quality можно увеличить, плюс можно добавить Texture Incandescence. Если добавить Texture Opacity и Perlin Noise, у нас получается такой эффект облачков, и можно сделать в зависимости от грида, то есть настраивать координаты. То есть эти параметры вам помогут еще поиграть с Opacity. Мне кажется, Fixed тоже очень симпатично смотрится. Можно оставить такое. Дальше, что мы будем делать? Мы будем... Сейчас я попробую еще посмотреть, как это сделать. Еще красивее. Можно использовать Edge Drop Off, то есть попробовать его сделать больше. Этот параметр тоже отвечает за Transparency и за его прозрачность. Пока оставим так, если что, потом включим. Следующее, что можно улучшить, это качество самого флюида, то есть это Base Resolution. Можно увеличить до 70, но сейчас у меня все будет тормозить. Возвращаемся на первый кадр. Пока отключила рендер. Если что-то происходит с вашей камерой, вы можете поменять Clip Plane 0.1 и 1000. Итак, увеличив Base Resolution, у вас появилось, улучшилось качество самого флюида, и сейчас мы можем его отрендерить. То есть мы его видим вот таким кусочком. 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 Спасибо. Турбулентности, не знаю, поможет улучшить качество. Она влияет пока сейчас только на партикулы, но партикулы у нас эмитят флюиды. Увеличив резолюшн, у нас получается немного ухудшился флюид, поэтому мы можем добавить, скорее всего, количество и сохранится. Так, они стали мелкими такими. Они стали из-за того, что у нас увеличилась резолюшн и, получается, они стали менее такими пушистыми, но более качественными. Можно сделать еще им content details, добавить diffusion, identity. Из-за качества, то есть, получается, в целом, opacity, он влияет больше на этот... на его срок жизни. Будьте здоровы! Ну, то есть, то, что у нас, в принципе, зависит. Получается, чем плотнее, тем лучше видно. И поэтому ощущения тут стали как в комочке. Угу. Не, не факт. Потому что он все-таки opacity от density зависит. Но мы можем регулировать input bias. Но они все равно такими, получается, более скомканными становятся. И можно попробовать transparency. И edge drop-off тоже влияет. Да, потому что у нас была маленькая resolution. То есть, увеличив base resolution, мы увеличили, как бы, еще увеличили количество флюидов. Сейчас, может быть, уменьшив флюиды, мы можем тоже добиться лучшего результата. партиклов, да, можно, но они все равно будут мелкие. Так, стой. Надо уменьшить рейты партиклов lifespan в жизни, чтобы они исчезали быстрее. И у флюидов все-таки так же. Ой, нашла. Вот, dynamic grid в температуре. Совсем очевидная галочка. Сейчас мы вернем нормальный shading. Здесь теперь зависит от температуры. И у нас теперь температура... Вон, он начинает внутри нагреваться больше. Все как положено. А, и здесь можно сделать вот так. И input bias тоже у нас. Вот это можно поможет подвинуть. Ну, хотя бы они теперь хвост не красятся. Это уже хорошо. То есть, emission, он только в центре здесь. Так. 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 Спасибо. Спасибо. Картикулы слишком мало живут. Так, можно чуть-чуть увеличить. Спасибо. Так, после перерыва продолжим.